вот он наконец-то защищенный кирпич на канале по которым я уже и сам соскучился ведь это отличный повод сделать краш теста я это дело ой как люблю black ruby в 9600 про и сразу нужно огласить его цену которая на текущий момент составляет присядьте 450 баксов да по предзаказу он стоил 370 400 но стандартный прайс именно 450 согласен очень дорого и за такие бабки смартфон должен не только иметь шикарные характеристики но и защитой обязан обладать такой которая позволит ему выжить в любых условиях и умереть он должен только в эпицентре ядерного взрыва в остальных случаях smart просто обязан оставаться в строю взрыв моему еще устроим пусть и не ядерный но поверьте сегодня будет настоящая экстремальная жесть и так в комплекте кабель usb си с удлиненным штекером массивный адаптер с поддержкой быстрой зарядки гарнитура сразу с разъемом usb си так как аудиоджека смартфон не имеет также есть защитная пленка на экран и мануал с русским языком корпус он меня удивил и удивил неоднократно посмотрите как классно он смотрится сзади матовая поверхность напоминающая со стороны металл но по факту это стекло да ладно да защищенный смартфон со стеклянной тыльной панелью конечно по периметру стекла имеется немного выступающий пластиковый бортик такая же пассивная защита есть и у стекла дисплея но блин blackview лучше бы вы сделали панель металлической также есть вопросы к немного выступающей площадке двойной камеры что опять же не очень хорошо для такого смартфона но противоударные свойства мы сегодня обязательно проверим естественно все углы защищены прорезиненным пластиком боковые торцы из металла очень приятно и информативно нажимаются кнопки и сюда же на правый торец вынесен сканер отпечатков и его работа меня порадовала он не тормоз и срабатывает точно к слову функция распознавания лица тоже имеется слева находится гибридный лоток извлечь который можно просто подцепив его ногтем и в его конструкции присутствует резиновая прокладочка для герметичности также есть отдельная мультикнопка на которую можно назначить сразу несколько функций одновременно так как она распознает не только одиночное но и двойное и длинное нажатие удивил факт отсутствия заглушек их нет вообще казалось бы подозрительно и можно опасаться за герметичность корпуса но тут я бы наоборот радовался производители уже давно научились защищать разъемы без использования заглушек и то что в блэкью реализовали именно такое решение я расцениваю как положительный момент из отверстий на корпусе имеем порт usb-c рядом с ним разговорный микрофон и над камерой есть еще пара отверстий для вспомогательного микрофона и для датчика давления и конечно мультимедийный и слуховой динамики размеры солидные но абсолютно вменяемые показываю его рядом с популярным redmi note 5 весит аппарат 234 грамма дисплей широкоформатный 6 и 21 дюйма full hd plus в верхней его части имеется челка для размещения фронталки слухового динамика датчиков и трехцветного rgb светодиода индикации стекло gorilla glass с олеофобным покрытием но я бы хотел акцентировать внимание на том что здесь использована не IPS матрица а супер амолед от samsung причем видно что матрица не из дешевых без явной зелени при отклонении угла обзора управляем смартфоном через наэкранные кнопки их можно как скрывать так и менять местами за производительность ответ держит весьма свежий процессор от mediatek helio p60 представлены в восемнадцатом году неплохой 12 нанометровый восьмиядерный процесс но графика mali g72 не позволяет конечно этот процессор отнести к разряду игровых те же танки будут фризить даже на средней графике чудо не произошло оперативная память lpddr4 x 6 гигабайт постоянной памяти 128 гигов управляет этим делом android 8 1 0 как обычно у таких производителей наблюдаются недоработки с локализацией в настройках часто встречаются опции на английском одна обновка уже прилетела обещают в начале года 9 android есть nfc для беспроводной оплаты гироскоп магнитный сенсор fm радио шагомер вай фай на два диапазона все это имеется заявлен звуковой чип aw 1813 как вы могли заметить динамику нас сзади играет он хорошо громко звук не противный приятный в целом комплектные наушники естественно далеко не меломанские но и не полный хлам пользоваться можно полный набор поддерживаемых частот 4g будет работать везде где есть покрытие что касается телефонии то меня со слов собеседников слышно хорошо вот я их слышал на три балла по пятибальной звук не очень четкий вероятно сказывается наличие защитной мембраны за фото и видео возможности отвечает 16 мегапиксельный сенсор samsung s5k 3p 8 с оптикой f20 плюс помогательная камера на 8 мегапикселей фронталочка тоже 8 мегапикселей ничего особенного в целом основная камера абсолютно не соответствует цене смартфона автофокус часто тупит само качество снимков на уровне бюджетных смартфонов хотя днем на улице более менее приемлемые результаты получить можно режим размытия фона адекватный не круговой и на том спасибо для сравнения я выбрал redmi note 5 от сяоми так как многие из вас с этой камерой хорошо знакомы недостаточное освещение и что уж там греха таить в этом спарринге blackview однозначно сливает видеосъемка аналогично бюджетная с медленной автофокусировкой без какой-либо стабилизации единственным плюсом можно считать поддержку разрешения 4к проверим как этот полстячок записывает звук раз-два-три-четыре-пять а теперь сделаем музычку погромче батарея на 5580 миллиампер hd видео через youtube смартфон крутил непрерывно 14 часов подряд хороший результат автономность в порядке комплектная быстрая зарядка на деле оказалось не такой уж и быстрый 30 минут у розетки и всего 18 процентов заряда полностью кирпич заряжается за три часа кстати он еще и беспроводную зарядку поддерживает все это понятно переходим к тому ради чего собственно мы здесь сегодня и собрались когда производитель отсылал мне этот смартфон на тест я выдвинул условия обзора по факту и обязательную съемку честного краш-теста никто не возражал и так заявлено удара устойчивость соответствующая военному стандарту в которых я не разбираюсь но стекляшка сзади меня откровенно настораживала степень защиты айпи 68 обещает полную защищенность корпуса от попадания в него воды и дополнительно заявлено степень айпи 69 к подразумевающее дополнительную защиту от высокого давления и от высоких температур начнем с разминки и погрузим смартфон на три минуты в пресную воду пусть эти рыбы хоть раз своей жизни посмотрят телевизор спустя три минуты извлекаем смартфон и сразу вам скажу этот простой тест смартфон прошел без проблем после продувки микрофона и динамика я совершил тестовый звонок ухудшений слышимости замечено не было так а вот здесь водички уже явно побольше чем в аквариуме к тому же она еще и соленая мы сюда с вами приехали по той простой причине что в смартфоне имеется функция подводной съемки при активации которой дисплей отключается и мы можем фотографировать и снимать видео под водой используя качель громкости и давайте смотреть как аппарат справляется с этой задачей сейчас бы лето да занырнуть да поснимать по-нормальному но за окном декабрь руки в воде мерзнут а результат меня я вам скажу порадовал неплохое и достаточно четкое видео да и подводный фото режим не подкачал есть фокус есть детализация в общем тут я остался доволен короче ip68 честный корпус герметичен в воде смартфон чувствует себя неплохо хорошо пришло время проверить удара устойчивость за которую я опасался больше всего в этом деле как обычно мне поможет убийца гаджетов дэн на этот раз мы выбрали плитку на которую дэн и будет бросать смартфон как дела все четко по заднюю сторону покажись о отлично упал давай 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 так ну дайте мне хотя бы разочек как получится отмечу что кирпич чаще всего падал именно на углы корпуса возможно конструкция специально так продумано и это хорошо потому что углы защищены надежно но были и падения плашмя на стекло в общей сложности с десяток полетов не ожидал реально не ожидал что он устоит безусловно тут фактор случайности очень много значит поверьте моему опыту стоит лишь попаться маленькому камешку на асфальте на который смартфон упадет стеклом и все паутина обеспечена но в данном случае смартфон держался молодцом произведем осмотр видим что основной удар на себя приняли прорезиненные углы которые и получили наиболее заметные травмы и пожертвовав своим здоровьем они уберегли смарт от серьезных повреждений также можно заметить что сработал и пластиковый бортик проходящий по периметру обоих стекол на этой окантовочки тоже есть вмятины но стекла при этом остались живы стекло основной камеры тоже уцелела в общем зачет я могу сказать что основную часть испытаний аппарат выдержал и защита тут рабочая даже несмотря на такое обилие стекла но так просто я смартфоны не отпускаю и даже если удалец успешно преодолел воду и падение на твердую поверхность я придумываю для него реальный краш да я его целенаправленно добиваю это может быть как полет четвертого этажа это может быть попадание под колесо автомобиля но сегодня как я обещал будет настоящий взрыв и поможет нам в этом вот такая штука это армейский взрыв пакет имитирующий взрыв гранаты как тебе приходит в голову такая хрень ты псих не смотрите что он такой маленький я тоже его недооценил и зря все могло закончиться намного хуже чем я себе представлял выбрал безлюдное место в поле телефон установил так чтобы теоретически он отлетел вправо и вдаль от меня абдулла поджигай в этом деле главное побыстрее свалить подальше где он после взрыва смартфон попросту испарился его нигде не было со мной был старший сын который сидел за укрытием он мне тоже помогал искать мы облазили всю местность в радиусе примерно 15 метров от эпицентра взрыва нашел лохмоть и от корпуса взрыв пакета телефон еще не найден еще искали часа полтора результатов 0 короче ничего так и не нашел еду домой смотреть покадровую съемку просмотрев на компе видео по кадрам я увидел что смартфон полетел вроде как в ту сторону в которую я и рассчитывал кстати эта камера не сработала после теплой машины на улице у нее запотела оптика и материал с нее ушел в брак я вернулся на место взрыва и продолжил поиски по предполагаемому направлению полета телефона находилась вот эта стена из блоков неужели смарт перелетел через эту стену и приземлился за ней и если так то это очень печально потому что за этой стеной находится мусорка а также целая куча сухих колючек и среди этой серости найти такой же серый телефон будет не так уж и просто еще один час поисков в принципе весь материал был отснят но все же хотелось найти сам смартфон чтобы завершить видео с объектом взрыва на руках и посмотреть на результат да еще и вторая моя sim карта в нем стояла да она тестовая но все же хотелось бы ее вернуть во время взрыва смарт был включен и конечно же я пробовал звонить на него абонент не может принять звонок об она не не похож не он ребят тут целое кладбище старых телефонов где же мой вот чем вопрос в итоге так ничего и не нашел и поехал домой ни с чем и что вы думаете старший сын с виноватым взглядом подходит ко мне дома и говорит батья тут на телефон кое-что снял то есть этот засранец вылез из-за укрытия и начал снимать процесс взрыва ну что сделано то сделано это пацаны я сам таким был увеличиваем из-за медляем видео с телефона охренеть получается смарт улетел совсем в другом направлении метров за 30 а то и 40 от нас перелетел через машину и приземлился либо на грунтовой дороге либо за ней офигеть да в такие моменты понимаешь что ну его в баню такие шуточки если бы этот 200 граммовый металлостеклянный кирпич полетел в другом направлении все могло бы закончиться гораздо хуже про машину я молчу тут о здоровье надо думать я еще со срочной службы знал что армейский взрыв пакет взрывается нехило но я явно недооценил его мощь в общем я снова выехал на место съемки уже стемнело и буквально через несколько минут я обнаружил его на обочине где его и не думал искать до этого ребятки я его нашел вот он короче здесь дорога рядом проходит такая убитая полу грунтовая уже темно хорошо что его никто не заметил но здесь место безлюдно это может раз полчаса машина проезжает какая-то хуй это жесть и светодиодик горит как маячок но здесь я его даже не думал искать да дружище потрепала тебя судя по состоянию у этого бедняги не было ни малейшего шанса на выживание сам взрыв и последующее падение с высоты примерно 3 этажа попросту его убили тут не только стекла в дребезги но и сам корпус выгнулся законы физики их не остановить полнейший труп но интересно что индикатор горел подавая последние признаки жизни и при зажатии кнопки питания и громкости одновременно для входа в рекавери индикатор мигал судя по всему внутри него еще теплилась жизнь он реагировал на команды но дисплей в хлам и пациента к жизни уже не вернуть а я больше в такие игры не играю на новый год наверно взорву детскую хлопушку подожгу бенгальский огонек и на этом все с армейской пиротехникой я точно завязал а на сегодня все соблюдайте меры безопасности удачи всем пока пока